Походка лошади. У лошадей есть свои фирменные походки, которые называются алюрами. Естественные алюры, шаг, рысь, голоб и инохоть. Но отдельных лошадей, спортивных, военных, цирковых, люди приучают ходить по-особому. Такие алюры называются искусственными. Это может быть, например, пассаж, то есть тихая рысь, или голоб на трех ногах, когда одна нога не касается земли. Рысь. Когда лошадь движется рысью, ее ноги ступают крест-накрест. Одновременно правая передняя и левая задняя, а затем левая передняя и правая задняя. В воздухе в одно время находятся две ноги. Четко слышно два удара копыт о землю. Рысь бывает короткая, средняя и резвая, причем на средней рысе есть момент, когда все четыре ноги находятся в воздухе одновременно. Скорость рыси – 36 км в час. Голоб. Голоб состоит из скачков и может начинаться и с правой, и с левой ноги. При голобе с левой ноги лошадь сначала ступает левой задней ногой, затем одновременно правой задней ногой и левой передней, потом правой передней и летит над дорогой. Четко слышны удары трех копыт о землю. Голоб бывает трех видов медленный или манежный, средний или кентер, и быстрый или карьер. Скорость голоба – 70 км в час. Шаг. При шаге лошадь выдвигает вперед ноги по очереди, например, правая задняя, правая передняя, левая задняя, левая передняя. При этом четко слышно четыре удара копыт о землю. А в воздухе одновременно находится одна или две ноги. Скорость нормального шага – 7,2 км в час. Инохоть. При иноходе лошадь передвигается вперед, поднимая сразу две ноги правую заднюю и правую переднюю, а потом левую заднюю и левую переднюю. Четко слышно два удара копыт о землю. Инохоть по скорости примерно равна рысе, но может быть и быстрее. Она удобнее для всадника или человека, сидящего в экипаже, но сама лошадь при таком беге менее устойчива.